Историю всегда летописцы писали такой, какой хотели видеть торгаши, которые оплачивали эту работу летописцам. Вот сегодня закажите питерским летописцам написать летопись. Они вам напишут, что до прихода питерских в Москве висели на деревьях москвичи, гонялись за пьяными кабанами и пили водку с медведями и самоваров. Вот так и была состряпана наша история. Рюрик пришел и сделал из нас людей. И Рюрик швед. Когда Рюрик пришел, шведы висели на деревьях, между прочим. А Россия называлась страной гордариков, официально, городов. Нашу историю писали немцы под управлением немцев Романовых, чтобы вы знали. А чтобы не быть голословным, я вам скажу, что я был на раскопках городов. Вот Южный Урал, 3,5 тысячи лет до нашей эры. Несколько городов стоят, где жили наши предки. Триполье, 6 тысяч лет до нашей эры. Польский полуостров, 6 тысяч лет до нашей эры. Это все жили наши предки. Вот это все зачищено из истории. А Воронеж, даже боюсь вам говорить, 40 тысяч лет до нашей эры. До строительства египетских пирамид 37 тысяч лет. Американцы приехали туда, не такие дураки оказались. Копают, ведут раскопки. И сегодня раскручивают идею, что жизнь разумная пошла из-под Воронежа в Европу. Это неправда. Не совсем так. Но с севера, не с юга. Это кому пришло на ум, что жизнь на земле распространилась из Африки. Вы вообще, знаете, вот обезьян много, да, на юге? Ни одна человеком не становится. Ни одна. А знаете почему? А ей так хорошо на юге. У них и так сплошное баунти, у обезьян. Жизнь с севера началась разумной. Держи голову в холоде. Север означает все вера. Вера и разумная речь появилась на нашей территории. Завезите обезьян в Норильск. Они людьми станут, кто выживет. А учитывая условия жизни в Норильске, они станут нашими людьми. Я уже упомянул о городе, который раскопан был недавно. Но ему три с половиной тысяч лет до нашей эры. И я летал над этим городом на вертолете с английским археологом. И он так смотрит сверху. А он знает русский язык, с ним легко было общаться. И он так смотрит с вертолета и ругается все время. Шит, шит. Ему так не хочется, чтобы у нас была своя история. Они не хотят поверить, что мы корни дерева, а они листва. Нас нельзя губить. Они завянут тогда. Но это сложная очень мысль для них. Это трудно заставить думать американца в нерабочее время. И мне так неприятно было. Я говорю, а что ты удивляешься? Вы же от нас произошли. Он говорит, как так? Он так, он сквозь зубы на меня посмотрел. Что-то не то сказал, но правильно, судя по всему. И говорит, как так? Я говорю, ну как? Ну английский язык. Это же обрубок русского языка. Что с ним было? Ощущение было, что он проглотил русскую зимнюю меховую шапку. Ну, благо он русский знает. Я ему говорю, вот, пожалуйста, смотри. Ну, кто знает английский, сейчас будет интересно. Кто не знает, я доходчиво объясню. Плохой по-английски bad. Это русское слово бедный. Good – хорошо. По-русски это годен. Come on, come on. Ко мне. Как говорить по-английски to talk. Толковать. Как bye-bye. 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 Это все наши слова. Древние. Up. Вверх. Опа. Кидали, говорили. Опа. Sleep. Спать. Слепаются веки. Отсюда же слово слепнуть. Слиплись веки. Lady. Lady. Лада. Нет, не Лада. Калина. Нет, 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 нет. Девушка Лада. Они думают, это все их слова. Бутик. Будка. Посмотрите внимательно, увидите, что это будки. Интересно, что очень много слов. Я бы мог приводить в пример, но я однажды проверил по этимологическим словарям. Английским старым. Совпадают цепочки. Даже там есть указания на совпадение со славянскими. Они просто еще не знают, что это от нас к ним пришло. Но это мы им попытаемся объяснить, хотя это сложно, честно говоря. Я иногда говорю, английский от русского, а французский от украинского. Ну, украинский, например, вам самый такой яркий пример приведу, как млын. Млын это мельница по-украински, а рожев розовая, рожев млын. Мулен руш. Вот вам как. Но, этот мне говорит, англичанин, этого не может быть. Я говорю, да я тебе говорю, ну, английские слова, это сокращенные русские слова. Носок. Но сок. Как по-английски? Сок. Им надо быстрее говорить. Быстрее до бабок добираться. Поэтому они сокращают слова. Сжимают. Война. Во. Во. Поросенок. Порк. Порк. Это очень много подобных слов. Я не могу вас грузить. Выходите на сайт, посмотрите. Там много примеров. И мне этот англичанин говорит, это от нас к вам пришло. Я говорю, да? Нет, дорогой. И вот после того, что я ему привел примеры, у него было лицо и глаза не просто человека, проглотившего нашу шапку, а проглотившего ее в расхристанном виде. Вот так вот. Как будто у него поперек горло уши вот эти встали, мохнатые наши. Дело в том, что слово возникает на природе по смыслу, а в английских словах смысла нет. Как снег по-английски? Снеу. Снеу. Ну, просто вот эта информация. Снеу. А у нас? Что такое снег? С ног стряхивать. В русских словах всегда есть смысл. Спаин. По-английски хребет. Тоже смысла нет. А это русское слово спина. Почему смысл есть? На чем спать? Спи. На. Это было указание, на чем спать. Если ты хочешь быть здоровым и долго прожить, не вздумайте это делать. Это было для древних, а не для тех, кто объелся. Иначе захребнетесь храпом своим. Они даже не знают, откуда слово Россия, Раша. Ра, Геродот, до нашей эры, за несколько веков писал, что в древности, это Геродот писал, что в древности Волга называлась рекой Ра, еще до Нила. А страна вокруг Россия, сияние Ра. Так вот, сияние по-английски шаин. Ра, шаин. И есть Раша. Но они потеряли эти знания. Они сами пришли с Волги. Такие пацаны отделились. Такие они были изгои. Они как пацаны, как Солнцевские, как Балашихинские. Они были активны, хотели воевать, торговать. Они были бритами, поэтому их бриты назвали. И они ушли на острова. Там у них произошло Великая Братания. Отсюда Великобритания. Поклонялись они славянскому богу Велесу. Отсюда Уэллс. А бог Велес, бог скота. Скотландия образовалась таким образом. Самое интересное, что это, кажется, не шутки. А звали этот народ кельты. И ушли они с Волги много тысяч лет до нашей эры. Поэтому только на Волге сохранилось выражение от кельты. Ну и слово нос потрясающе показывает точность, что все-таки от нас к ним. Потому что в нашем слове нос, смысл, неус, нет смысла. А нос, он выносит. Поэтому нос и понос одного корня. Есть ученый Драгункин. Он вообще выдвинул теорию. Она мне так нравится. Она прикольная, потому что, ну, по-моему, очень современная. Что они действительно были такие, такие пацаны такие. И говорили они на русской фене. Ну что такое хаос? Дом. Хаза. А хев иметь хавать. Мэйл. Почта. Малява. Только малява означало писать. А мэйл не имеет смысла. Гриб. Машрум. По-английски. Да мухомор конкретно. Они только глюцогенные запомнили. Которых можно было нанюхаться и супу поесть. А это слово хэпи. Хэпи. Счастье. Хапнул и счастлив. Уже в этих словах проявляется психология этих людей. И мылись они редко. Мылись редко, только когда вши появлялись. Поэтому мыться по-английски вошь. И они предали род свой. Родовую память. Поэтому у них нет названий родственников. У нас деверь, заловка, сноха, шурин. У них ничего нет. У них все в законе. Брат в законе. Тетя в законе. Пацаны конкретные были. А какие были у наших светоносные имена князей? Вы сравните. Вот видна психология наших предков. Олег. Гламур. Гламур. Это глянец. А мр. Это смерть. Гламур. Это глянец на мертвечине. Их слова правильно звучат только вот, когда их слышишь по-русски. Министерство. Министервы. Радикальные перемены. Ради. Ради чего? Ради. Это предупреждение. Все. Представляете, какими словами мы наполняемся? Какими вибрациями? А наш язык светоносный. Милиция. Милые лица. Меня иногда спрашивают, есть ли английский обрубок русского? Что такое американский? Я говорю, американский это выкидыш английского. Сначала скажу, почему. Америка тоже очень правильное название. I am. Вначале. Am. Am. А никто же не знает, что означает I am. Ни один ученый, лингвист английский не знает, откуда это взялось. Да у нас, у наших предков было выражение, я ем, поэтому я есть. И сокращенно, это стало позже я есмь. Я есмь превратилась в I am. То есть я ем. Ам-м-м-м-м-м. Америка. Ам-м-м-м-м. И Колумб был русским, да. Только русский мог поплыть в Индию. По Киру поблыл в Индию. Открыл Америку. Но был таким лохом, что его именем даже не назвали. Это все это... Я... Я не категоричен. Я считаю, что некоторые слова все равно должны переходить в наш язык. Но те, которым нет замены. Ну вот слово дезодорант. Ну как вы его замените? Понятно, что у нас не было дезодорантов. Да русский не собирается его придумывать. Он смолой помазал подмышки. Говорит. Пахучка. Антивонялка. Все. Поэтому к нам приходит предмет вместе с его названием. Да, тогда я понимаю. Конечно. Ну как вот вы назовете мобильник? Трендозвон. А кондиционер холодрык. Липоксация. Ну это на русском нет замены. Ну есть только жиросос. Эпилятор. Махнодральник. Нет, уж лучше на их языке. Чтобы это жуть была. У них очень деловой язык. Нам не хватает... Нам не хватает в языке вот этой деловой жилки. У них двойного отрицания нет. Наш язык более эмоциональный. Мы говорим. Никого нет. Мало того, что нет. Еще никого нет. Это эмоциональное выражение. У них так не скажут. Что они скажут. Есть никого? Они с Купердяей на это дело. Они двух отрицаний не потерпят. И поэтому у них часто выражение точнее. Как они говорят? Я смотрю телевидение. I watch TV. А мы говорим. И французы смотрят телевидение. А мы телевизор смотрим. Мы не задумываемся, что наши выражения часто не точные. Они слова точные, а выражение это позднее. И все. Уже расстроилась у нас. Программа сбилась. Только наша женщина могла сказать. Полный автобус в пустых мест. А помню, я еще в электричке ездил, в институт. Женщина подходит, говорит, можно я сяду лицом? Ну, если лицо в правильном месте, то, в принципе, можешь сесть лицом, конечно. Только наш учитель, ученику говорит, постой иди сядь. Это три команды вместе, понимаете? Вот некой деловой такой стороны. Нам не хватает немножко такого делового развития. Поэтому, может быть, мы наполняемся иностранными словами.